Всем привет! Сегодня у нас будет видео о покупках и будет пару следующих видео тоже о покупках. Как-то у меня за месяц апрель собралось много покупок и чтобы не мешать это все в одну кашу, как я обычно это люблю делать, и чтобы я много не говорила, как обычно я тоже люблю это делать, я разделила видео о покупках на, наверное, 4 видео. Будет очень много видео, но зато они будут точные, четкие, меткие. И чтобы я не упустила никакой информации, потому что, вы знаете, когда у меня много в голове информации, мне обязательно нужно этой информацией с вами поделиться. Ну что же, сегодня я вам покажу декоративную косметику, которую я купила за прошлый месяц. Тут всего на самом деле не так много, как мне кажется, поэтому давайте сразу приступим. И первое, что я вам сегодня покажу, я купила тональный крем. Тональный крем. Тональный, короче. А израильской фирмы Dr. Orr. Я покупала два продукта. Один из продуктов, который я вам покажу в одном из следующих видео. Это был второй за 60% скидка. И он мне обошелся примерно шек или 30, около 10 долларов. В общем, это вот такой вот тональник в жидком виде. Он без помпы, без ничего, просто должен выливаться на руку. А у Dr. Orr, насколько я знаю, это израильская косметика, которая более такая аптечная, назовем это так. Было два оттенка, один и два. Я взяла первый оттенок самый светлый. Но если вы можете заметить, он сегодня на мне этот тональный. Ну, по-моему, очень заметно, как мне кажется. Этот самый светлый оттенок, наверное, на оттенков так 3 примерно. Темнее, чем я. И он с очень-очень розовым подтоном. Ну, по-моему, очень видно моя шея. И как я выгляжу. Ну, я вижу на камере, не знаю, как вы это увидите. Но вообще тональник себя в более холодное время, не сейчас, когда уже начинается лето, ведет себя очень хорошо, сидит очень красиво. Его вообще не видно на лице. У него среднее покрытие, я бы сказала. Он хорошо все покрывает. Он в тени дня никуда не уходит, никуда не скатывается. Если у вас жирное лицо, хотя он, да, для жирного, не жирное лицо, для жирного типа кожи, от комбинированного до жирного с проблематичными всякими зонами, он будет у вас блестеть, сверкать. А ездить он особо никуда не ездит. И что я еще заметила, на нем пудр не очень хорошо держится. И его нельзя наносить какими-то плотными кабуки, кистями, пальцами. Мне тоже не понравилось, спонжем вообще не понравилось. Я его наношу вот такими вот более пудренными кистями. Больше всего я люблю вот это вот, buffing brush. Я ее мою каждый день. Он мне не позволяет того, чтобы его наносили грязной кистью. То есть он тогда плохо ложится. Он не позволяет, чтобы его наносили на себя еще раз, если он уже на вас застыл. Он мне очень чем-то напоминает L'Oreal True Magic, что весь, о котором есть много разговоров и много любви, который у меня тоже был. Очень мне его напоминает, но этот более как-то, более приятнее лежит. В принципе, мне очень понравилось, как он на мне лежал, кроме, наверное, вот сейчас лета. Но, к сожалению, то, что оттенок абсолютно не подходит и не знаешь, как его вообще носить. Потому что и румяный, и бронзер с ним уже нельзя носить, поскольку и так оттенок где-то на три тона темнее меня. То для меня вот оттенок тут играет очень большую роль, поэтому для меня это больше минус, нежели все его плюсы. Если бы был оттенок мой, для меня бы это очень-очень-очень-очень хороший тоналик на такую пятерку с минусом, наверное, я бы сказала бы. Вот. Но мне этот придется отдать даже как-то для видео. Меня смущает его темный цвет, если честно. Хотя я его, вы сейчас не увидите, я его перепробовала. Тут нет уже одной четвертой примерно, потому что я его, да, пыталась как-то носить, пробовать, но, к сожалению, не получается. Следующая моя новинка. Помните, в прошлых новинках я вам показывала, вот моя новинка, показывала тени от Kiko. У меня был в номере 5. По-моему, я вам сказала, что этот номер чуть-чуть мне не подходит, потому что он для меня тепловат. Оля, которая подарила мне эти тени, когда, посмотрев мое видео, она мне сказала, когда я приехала к ней в гости, она мне говорит, Слушай, давай возвращаем мне их, а я тебе дам другие. И она мне дала другие, которые она купила для себя в номере 38. И это обалденный цвет, девочки. Он мне так нравится, мне так нравится. Вообще, эти тени просто фантастика. Они на мне держатся без любой базы. На мне ни одни тени без базы не держатся. Никакие ни Urban Decay, ничего подобного. Ничего на мне без базы не держатся. Это держится. Это просто шикарные-шикарные тени. Вот такой вот тауповый красивый цвет. Они сегодня на мне. Сейчас сниму очки, закрою глаза, чтобы вы посмотрели. Вот так вот они выглядят. Я надеюсь, вы что-то видите. Очень-очень красивые такие. Натуральные. На каждый день очень мне нравятся. Они очень красиво выражают цвет глаз. В общем, да, вот такой вот тауповый цвет. Это номер 38. Я, по-моему, вам уже во влоге рассказывала про эти тени. Что мне их Оля отдала, что я была в полном восторге. Я до сих пор в полном восторге. Следующая покупка была относительно спонтанно. Шла, увидела, купила. Купила себе лак от фирмы Life. Израильская фирма, которая продается в большом магазине Superfarm. Все, кто живет в Израиле, знают. Этот лак такой же, как у меня, шоколадный. Что когда он высыхает, он запахом тот с запахом шоколада. Этот, когда высыхает, он должен быть с запахом ухманиот. Это или голубика, или черника. Я сейчас его нанесла. Ни того, ни другого не чувствую. Вообще не чувствую на нем никакого запаха. Не пахнет он ничем. Вот так вот он выглядит в один слой. В один слой я быстренько перед видео нанесла, для того, чтобы вам показать. Очень мне понравился его цвет. Он такой темно-фиолетово-бордовый. Вот как-то так. Очень мне нравится. Очень хорошо покрывает пластинку ногтя. Даже с одного раза, вы можете видеть. Держится относительно долго. В общем, шикарный лак. Мне безумно он понравился. У него нет номера. Ну, снизу как бы есть номер. Но вообще это не номер, если честно. В общем, он запахом ухманиот, кто живет в Израиле. Просто шикарный, шикарный, шикарный. Следующая. Я решила купить себе помадку от Бобби Браун. И в этот раз я решила попробовать матовую серию. Еще матовую серию от Бобби Браун не пробовала. Как всегда, вот такой вот черный тюбик. Очень мне нравится, как они выглядят. Вообще, люблю помаду Бобби Браун. Они хорошо садятся на губы. Хорошо как бы ложатся. И сидят красиво. Мне нравится, как они сидят. Я себе выбрала цвет, который называется 03 Crushed Plum. Я очень долго искала разные цвета онлайн, что бы мне хотелось. И остановилась на том, что мне бы хотелось что-то такого темного... Сливового. Правильно. Как это называется, так и мне и хотелось. В общем, вот такая вот помадка. Я сейчас вам оставлю фотку, которую я вам ставила в инстаграме, как она выглядит на мне, когда я встречалась с Надей. Мы вместе ее купили. Вот такая вот помадка. У нее такой красивый темно-темно-темно-сливовый цвет. Примерно немножко с фиолетовым, наверное. Такой бордово-фиолетовый. Примерно как лак. Да, он очень похож на лак, кстати. Я вместе с лаком его, по-моему, тогда и клала. Очень они похожи друг к другу. Видите? Очень они похожи с лаком. Я вам сделала здесь свотч. Вот. Можете по сравнению, кстати, с лаком видеть, как выглядит вот свотч. Очень красиво сидит на губах. Очень носится легко. Она вообще эти матовые помады от Бобби Браунда вообще губы не сушит. Они не похожи, как у маковские. Но и носибельность у них, она не такая, как у маковских. Она более быстрее съедается. Единственное, что она немножко все-таки разъезжается по губам. То есть не по губам, а за пределы губ. Поэтому лучше, наверное, под него наносить карандаш. Эта помада хорошо работает с одним из моих маковских карандашов. Который называется ночной мотылек Night Moss. Поэтому, да, я советую, конечно, под нее немножко хотя бы контур. Чтобы за пределы контура эта помада не выскакивала, не лазила. Вообще, вы знаете, все помады, которые я пробовала, вот такого сочного, ягодного оттенка, такого сливового, почему-то все куда-то разъезжаются. Может быть, у них что-то там из-за этого оттенка есть, не знаю. А у меня был как-то от Clinique Chubby Stick Intense в номере 08. Great is great, по-моему, назывался. Это просто был ужас. Он полностью вообще вот так вот размазывался по всему моему фейсу. Я его в конце концов отдала. Но это тоже немножечко-немножечко совсем разъезжается. Поэтому карандаш-таки мне нужно. Но очень хорошая помада. Очень у них впечатлила. Мне хочется парочку еще. Еще у Bobby Brown появились новые такие, относительно новые, да. В Израиле все, что я вам говорю новое, это значит во всем мире уже два года назад была. А карандаши, помада-карандаш, вот я очень-очень хочу попробовать. Следующая новинка, которую я очень-очень-очень хотела, очень долго ждала, пока это появится в магазине. И чтобы я успела заказать, это появилось в магазине. И я заказала. И, короче, я настолько хотела это быстро-быстро заказать, что я проворонила на один день буквально скидку. Ну ладно, не будем о грустном. Это румяна от Barbarie. Очень я хотела меня с румянами от Barbarie познакомить. Одна из моих подписчиц, Оля Стель-Авива, которая мне прислала двое румян в свое время. Я и безмерно до сих пор благодарна за это. И вот я хотела еще одни в таком более натуральном цвете, который называется 07 Орстый. Да, 07 Орстый. Ну, как всегда, у нас этот чехольчик. Румяшки выглядят вот так вот, стандартные Barbarie. В общем, цвет вот такой вот... Как это, наверное, так показать правильно? Цвет вот такой вот нейтральный. Я знаю, что многие используют эти румяны для скульптурирования. Они очень подходят для скульптулирования. Сегодня они на мне, я не знаю, если вы увидите, но, по-моему, видно. Видно даже, что я их тоже использовала немножко для скульпта. Скульпта? Скульпта. То есть они очень хорошо моделируют лицо. Они выглядят очень-очень натурально. Их, в принципе, почти не видно. Просто, знаете, шикарные. Я от них в полном восторге. Я так их хотела, так их ждала. И они вот на одну десятую дольку вообще меня не разочаровали. Ну, просто шикарные румяна. Сейчас я вам сделаю сводч. И я тут взяла себе свои румяна от Слик, которые хочу вам с ними сравнить. Потому что они не похожи на друг друга. В общем, вот сводч. Надеюсь, вы увидите. Он такой нейтрально-бежевый цвет. Он нейтрально-бежевый. У него нет никакого подтона, как мне кажется. Итак, вот мои румянки от Слик. И сейчас вот, про которые я много вам говорила. Номер 921. Да, замш. Вот давайте я вам сделаю сравнение. Вы посмотрите. Их я тоже очень люблю. Но вы посмотрите, что этот намного, я не знаю, видите. Этот намного светлее. И более как бы... Ну, в нем какая-то есть коралловость. Так говорится. Более такой как бы розово-оранжевый оттенок. А тот, этот верхний, он абсолютно как бы тупо коричневый. Нет, так не говорится, тупо коричневый. То есть он абсолютно такой, ну, флят. Флят, как бы плоский. Вот, плоско-коричневый такой скульпторовый цвет. Слушайте, у меня сегодня с русским. Вообще просто шикарные слова мне выходят из языка. Ну, ладно. Ну, в общем, да. Полный, девочки, полный, полный, полный восторг. Я просто влюблена в эти румяна. И вообще из всего люкса, из всего, что я пробовала, я вам хочу сказать, что Барбари, это мои самые любимые люксовые румяна. Ну, вот, что вас ждать от люксовых румян, то Барбари вам, в принципе, предоставляют. Они мягкие, они красиво ложатся, они долго держатся, оттенки великолепные. Ну, в общем, кисточка замечательная в этих румянах. В общем, все замечательно. Упаковка. В общем, самые-самые, на мой взгляд, крутые люксовые румяна. Ну, и последнее, что я вам сегодня покажу. Заказ, который я сделала с одного израильского сайта, который называется guilty.seo.il, чтобы купить эту помаду, которая на мне. Это помада от Ofra. Жидкая помада в номере New Orleans, по-моему, да. Бру, влезай. В общем, об этой помаде есть много разговоров в Израиле у ивритоговорящих ютуберов и блогеров и тому подобное. И, конечно же, Габи нужно было срочно. И девчонки мне на инстаграме ее советовали. В общем, мне, конечно же, срочно она понадобилась. Она, у нее такой фиолетовый оттенок. Я сейчас рядом с Бобби Браун, мам, ее нарисую. И также я взяла Heroin для сравнения, чтобы у вас не было лишних вопросов, похожа ли он на нее. Моя маковская любимая Heroin. И моя рука вся красиво раскрашена. В общем, смотрим. Значит, вот эта вот она, та, что на мне. Во-первых, ее видите на мне. Во-вторых, вот ее свотч. И вот это вот я нанесла, да, Heroin. Можно видеть, что вот это, во-первых, это первая помада Бобби Браун, это вторая, это Heroin. Можно видеть, что, в принципе, они все разные. То есть я вижу, что они все разные. Хотя вот на этом свотч, я не знаю, как он вам передается, но видно, кажется, что это немножечко похоже, но нет, это более сливовое, более бордового отлива. Это все-таки более холодно-фиолетового, настоящего фиолетового, без никакой примеси. Короче, помада это что-то наподобие Nuba, Lime Crime, всяким этим жидким помадам. Она идет в кисточке. Сама консистенция этой помады, она очень хорошая, она такая, как кремово-масляная. Она очень легко наносится на губы, но два минуса. Она распределяется по губам абсолютно неравномерно, и нужно ее слой-слой за слоем-слоем наносить. Я не знаю, если вам заметно через камеру, но я ее просто задолбалась наносить, и потом я просто пальцем ее вот так стояла, растушевывала, чтобы она как-то хотя бы равноверно смотрелась. Во-вторых, я ожидала такой матовой помады, которая похожа на те, что у нее такая же будет стойкость, как и у тех, но ничего. У нее не такая же стойкость, она очень быстро следается, и она везде абсолютно отпечатывается, хотя бы с моих куб. Поэтому это два минуса, и упаковка, как она сделана здесь, но вы не увидите, наверное, абсолютно дешевая упаковка, в Китае за 2 доллара. Учитывая, сколько она стоит, немножко разочарование. В общем, не знаю, для меня это помада на тройку. Хотя цвет красивый, вроде такой, как я люблю, он немного желтит зубы больше, чем другие те помады, которые я купила, но как есть, так есть. Помада стоила на этом сайте около 80 шекелей. Если подписываешься на этот сайт для того, чтобы они рассылали почту, то дают купон на 10%, я подписалась, мне дали купон, но для того, чтобы не платить за доставку, а доставка у них бесплатная, если ты покупаешь свыше 100 шекелей, то я купила себе салфетки для лица, для снятия макияжа от NutraGene, они очень, по-моему, популярны на англоязычном ютубе. Я вообще с салфетками таким не пользуюсь, на каждый день я ими пользуюсь и не собираюсь, я их положу, пусть они у меня будут, когда буду куда-то ездить, буду с собой брать, потому что все-таки салфетки с собой куда-то удобнее брать, нежели разные средства, которые наливаешь в бутылочки, в баночки. И все это вместе у меня вышло 103 шекеля после 10% скидки, и тогда доставка мне была бесплатна. В общем, салфетки купила только для того, чтобы доставка была бесплатной, потому что без салфеток, платя за доставку, выходило одно и то же, что типа того. Ну вот, это были все мои покупки декоративной косметики за месяц апрель. А на самом деле, так тут всего много, но тут были такие хачучки, румяна, которые очень давно хотела, и я в полном восторге, помаду, которую очень долго давно хотела, но я немножко разочаровалась. Другие хачучки, в общем, ну такие, по-моему, покупки, такие покупки а-ля Габи, по-моему, все в моем стиле, и все по-моему характеру. Ну что ж, на сегодня все, мы с вами увидимся очень скоро. Всем привет! Сегодня мы продолжим весеннюю чистку, и, как я вам обещала пару видео назад, сегодня я вам покажу одежду и обувь, которые я выкидываю, но, конечно же, я не буду вам сидеть и показывать каждую, там, маечку футболистов.